Шалом, шалом! С вами я, Леви Харпатин, спикер платформы Вайкра, с нашей рубрикой «Мудрость Торы» на каждый день. После того, как Ягуда узнал, что Иосиф хочет оставить Беньямина в рабство, он стал с ним говорить очень жестко и довольно на повышенных тонах, после чего он упрекнул его Яковом, его же отцом, то что он не переживет потери еще одного сына, сына Рахели, последнего ребенка Рахели. И отправился Ягуда к Якову. Ягуда не боялся говорить с Иосифом, с повелителем всего Египта, достаточно жестко, потому что он чувствовал поддержку отца Якова, фараона и всех его братьев. После чего Иосиф принял абсолютно правильную позицию и не трогал Беньямина. Плюс на него повлияло еще один фактор, то что еврейства в Египте искоренялись, нас считали грязными, нечистыми и не садили с нами за один стол, потому что мы ели баранину, а египтяне на нее молились. Это были идолы, самые настоящие идолы, а наша вера это не признает. Сейчас наш Беньямин, это наша проблема, он считается как ассимиляция еврейского народа. То есть тогда были проблемы с Беньямином, сейчас проблема у еврейских детей с ассимиляцией. Если идет речь о жизни, мы не должны ничего бояться, мы можем говорить жестко. В Торе сказано, есть угроза, защищайся. Благодарю за прослушивание, с вами был я, Левий Харпатин, до следующих видео встреч.